Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Валь. Сельхозпредприятия республики перешли в усиление. Каждый час без дождя, который пока дарит погоду на счету. И люди, и техника в полях с утра до ночи. Как идет битва за урожай, посмотрела Елена Абуховская. Завьяловский район, август, жара. На колхозных полях сегодня горячо, как никогда. В самом разгаре уборочное. Когда закончились сильные дожди и, наконец, установилась солнечная погода, удмуртские колхозники перешли в режим нон-стоп. Бороздят поля с утра до ночи. Нынче лето тяжелое. Дожди, погода. Техника тонет в поле. Мучаемся. Но сейчас вот погода направилась. Как работает? Пошелся дело немного. Получше. В этом году погода, а точнее проливные дожди, помешали вовремя начать полевые работы. Чтобы успеть в срок и снизить цифру ущерба, колхозники работают каждый день в несколько смен. Кто в две смены, кто и больше, заготавливают полным ходом корма, сено, сила, сенаж. Потому что времени совсем остается мало. Скоро данная заготовка схлестнется, также перейдет и зерная заготовка начнется. Поэтому еще тяжелее сельхозпредприятием будет. Вообще из-за аномально обильных дождей в Удмуртии заготовка кормов прилично запоздала. Как минимум на месяц. Вот эти сено-склады к августу обычно уже заполнены наполовину. Сейчас здесь пусто. Нет и четверти нужного количества кормов. По прошлому году могу сказать, что около 50% в данное время было уже заготовлено. Нынче, как вы видите, сено-склад практически пустой. Но на полях, конечно, мы сено имеем, готовим. То, что не заготовим, думаю, сено компенсируем соломой и другими кормовыми. Погода пока будет благоприятствовать колхозникам, заверяют в гидроветеоцентре. В ближайшее время синоптики обещают, если температуру, то за плюс 25, если дождь, то кратковременный. В ближайшие дни до конца рабочей недели сохранится еще теплая погода. Ночью температура воздуха будет около 13-18 градусов, а днем до 27 градусов. В пятницу до 25. В выходные дни температура начнет опускаться, днем только до 19-24 градусов. И каждый день до конца недели сохраняется вероятность кратковременных локальных дождей. Прогноз погоды для селян сейчас как горячие новости. От осадков и температур напрямую зависит количество будущего урожая. Большая уборочная зерновых еще впереди. Елена Абуховская, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Центр сберком Удмуртии завершил прием документов от партий, которые изъявили желание участвовать в сентябрьских выборах в республиканский парламент. ЦИК приступил к тщательной проверке, по итогам которой и станет известен окончательный состав участников выборов. Сейчас у нас идет такой большой объем кропотливой работы по проверке тех данных, которые представлены политическими партиями. И у нас, к сожалению, небольшие сроки. 10 дней дается на проверку подписей и тех документов, которые были представлены в избирательную комиссию. Это и по имуществу, и по отсутствию судимости у кандидатов и так далее. То есть мы сейчас совкосы во все инстанции направляем, которые с нами работают. Документы на регистрацию для участия в выборах представили 8 региональных отделений партий. Среди них те, кто участвует в выборах всевозможных уровней постоянно. «Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия». Но есть и два дебютанта. Это партия социальных реформ «Прибыль от природных ресурсов народу» и партия «Возрождение России». Мог быть еще один новичок, но партия «Народной свободы» вовремя не предоставила в ЦИК подписи избирателей, поэтому выбивает из предвыборной гонки. Напомню, что единый день голосования состоится 10 сентября. Трое мужчин погибли в пожаре. Это случилось накануне в деревне Осинерки из Нерского района. Как сообщили в Следственном комитете, пожар в деревянном доме случился ночью. Огнеборцы обнаружили тела троих мужчин. По предварительной версии, два брата распивали спиртное вместе с соседями. Один из гостей выжил. Он в больнице. Вероятная причина пожара – брошенный окурок. По статистике МЧС, пьяные пожары случаются в республике часто. И виноваты тут сами люди. А вот предотвратить ураган или грозу невозможно. От разгулы стихии последствия тоже бывают трагические. Главное – вовремя предупредить. Операторов связи законом обязали передавать экстренные сообщения. Но пока это делают не все. Почему, расскажет Елена Керн. В ближайшие сутки спокойно. Вся информация о погодных изменениях здесь, на экранах Центра управления в кризисных ситуациях. Задача – оценить степень погодной опасности и довести ежедневный оперативный прогноз от гидромедцентра до муниципальных образований, министерств и рядовых граждан. Грозы, усиление ветра. Также можно проинформировать население о чрезвычайных ситуациях, на коммунальных системах жизнеобеспечения, в федеральных автодорогах. Система удобная, но с неожиданными трудностями. СМС-рассылку о погодных катаклизмах делают операторы сотовой связи. Только не местные, а федеральные. Десять минут по регламенту, чтобы информация ушла в центр. И еще четыре часа на рассылку. Информирование осуществляется через операторов Мегафон, Билайн, МТС. Но в связи с загруженностью сети, видимо, не до всех доходит данная информация. То есть на сегодняшний день отчет по информированию предоставляет только Мегафон. Количество абонентов оповещенных, которые получили информацию. Точно известно, такую рассылку по республике получают 12 тысяч абонентов Мегафон. СМС отправляет и Билайн. Но до недавнего времени такая услуга не являлась обязательной. Сейчас для них задача поставлена и президентами, и правительством, и законодатель унес изменениям, что они обязаны рассылать информацию. Сейчас республика подписывает соглашение со всеми операторами и готовит регламент действий. Общий регламент уже в МЧС подписан. Кроме прогноза, операторы будут высылать алгоритм действий, например, в грозу или шквалистый ветер. Необходимость такая есть. Только с начала летнего сезона по республике было составлено более 20 заявок на СМС-оповещение в связи с грозами и сильным дождем. Елена Керн, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Бойцы Росгвардии отправятся в леса Удмуртии. Стартует сезон охоты, у нее есть правила. Вот только их соблюдают не все охотники. Как будут проходить проверки, где они намечены в первую очередь и что грозит нарушителям, выяснил Роман Вагинов. На сегодняшний день в Удмуртии официально зарегистрировано 31 тысяча охотников. Они владеют огромным арсеналом огнестрельного оружия – порядка 32 тысяч единиц. Перед началом охотничьего сезона, перед Росгвардией и Министерством природных ресурсов поставлена четкая задача – сформировать оперативные группы, которые будут патрулировать охоту годия республики. Мы определили в себя пять территорий, на которые мы планируем определить эти группы. Это Карапулинский район, наиболее массовая охота, поскольку там и с применением моторов, лодок охотники охотятся. Практически вся республика там охотится. Также особое внимание на Сарапульский, Камбарский, Воткинский, Завяловский, Глазовский, Увинский и Сюмсинские районы. Рейдовые группы проверят охотников на законность владения оружием, соблюдение правил охоты, а также будут привлекать к ответственности охотников, находящихся под шофе. Все знают, что открытие охоты – это праздник, и на праздник получается, что каждый гражданин может находиться в нетрезвом состоянии. Однако в нетрезвом состоянии возможно применение оружия. Поэтому на это, конечно, мы в первую очередь тоже будем обращать огромное внимание, и всю помощь, которую нужно по доставлению данных граждан для освидетельствования или для проведения каких-то мероприятий, конечно, будет оказана однозначно. Сотрудники Росгвардии также проверят, как охотник обращается с ружьем. Хранить и перевозить его разрешено строго в чехле. Серьезные нарушения грозят конфискацией оружия. У нас на сегодня уже более 10 единиц утраченного оружия. Не дай бог, если оно попадет в руки нити. Здесь очень важен процесс, что в Уголовном кодексе на сегодня уже существует норма, по которой гражданин, проявивший халатность при хранении оружия, может понести уголовную ответственность. У нас в Удмуртии уже один прецедент такой есть. Сезон охоты на пернатую дичь стартует в Удмуртии с 19 августа и продлится до 15 ноября. Как только охотники расчехлят свои ружья, в лесах и охотхозяйствах республики начнутся и совместные рейды Росгвардии и экологов. Роман Вагинов, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Ижевскому ЖД вокзалу 65 лет. По случаю юбилея была открыта выставка об истории станции Ижевск. Здесь не только стенды с архивными справками и фотографиями, но и экспонаты, которые даже разрешено трогать. Можно примерить на себя роль первого начальника вокзала, освоиться на его рабочем месте. Кстати, в ходе подготовки выставки историки столкнулись с неожиданной и очень спорной информацией. До сих пор считалось, что первым начальником вокзала был Иван Пермяков. Однако нашлись родственники другого железнодорожника, который утверждает, что некто Ермилов был первым руководителем Ижевского вокзала. Теперь это тема нового исследования. Выставку, кстати, намеренно расположили в зале ожидания. В зале ожидания люди собираются, люди ждут, нужно, естественно, чем-то заниматься. И не только смотреть, да, интернет перекладывать страницу за страницей, а можно посмотреть что-то новое, что-то интересное и реально существующее. Окунуться в этот период, потрогать что-то, узнать интересное, новое. Я думаю, это будет интересно нашим пассажирам. В Ижевске стартовал Всероссийский студенческий чемпионат по экзотической пока для нашего края дисциплине – бейсболу. Аналог этой американской игры увлек студентов Удмуртского госуниверситета давно. Осваивают правила игр они уже 9 лет и довольно успешно. В том году выиграли Приворский федеральный округ. У нас взрослая команда получила кандидатов в мастера спорта. Также в том году мы заняли первое место на Всероссийском студенческом турнире, который проходил в городе Казань. Соответственно, мы сегодня являемся принимающей стороной. В гости в Ижевск приехали спортсмены из Перми и столицы Татарстана. Игра, кстати, это очень демократично. Совершенно не важно, какой рост, вес, координацию у игрока. Главное быть в теме и играть со знанием дела. Также жадская студенческая дружина «Оружейники» свою первую игру у пермской команды выиграла со счетом 34-10. Победители определятся сегодня. У меня все. Еще больше информации на нашем сайте. Маюдм.ру. Хорошего дня. До свидания.